здравствуйте зрители моих видео продолжаем тему китайских термосов очередное изделие китайской промышленности термос gmd внизу еще dmd dmd продукт к лтд чехольчики в таком почти кожаный дермантиновый литровый термос красивый упаковочка просто загляденье тут он и описание красиво представлена переносить приятно 1 литр штрих-код и стоил в общем-то немало по тем временам 20 долларов вроде бы так вот солидно но прослужил очень недолго почему опять же та же тема у этих термосов ну это классика до пробочка с клапаном все красиво принципе придраться не к чему и нержавейка неплохая не вижу никакой ржавчины у нее ничего все прекрасно работала сосуд прекрасный ну в какой-то день он перестал держать тепло пока отставляем его покажем второе чудо второе чудо то тоже мой термос я его покупал когда-то себе на рыбалке супер широким горлом до поры до времени обалденный термос опять же следов ржавчины какой-то коррозии нет бренд уже называется hgs stainless steel вакуум и мне же конечно интересно было как эти термосы вакуумируются я уже подготовил смотрим видите кусочек трубочки кусочек трубочки ничем не запаянный просто на гильотинки отрубленный и все кажется мне что проблема все таки в том что вот этот вот узел он через время начинает засасывать туда воздух то есть вакуум там пропадает почему потому что скажем покажу вам термос отечественный был вот он первый у меня такой самый классный лет 15 город коростень завод химического машиностроения продавался в харькове тяжеленький нержавеющая колба один литр я не знаю почему не сейчас не делают термос супер как для металлических колб держал очень хорошо тепло видите у него горлышко узенькая пробочка увертывается прокладочка лет 15 потом служба закончилась и вот я вырезал здесь отверстие для экспериментов что мы видим внутри такая же трубочка как на китайских тормозах но она еще и запаяна не просто отрублена на гильотине и видите там внутри виднеется колба из нержавейки то есть принципе они стенка не является колбой стенка все-таки защитная внутри еще колба из нержавейки и поэтому этот термос прослужил долго может быть какой-то удар может быть какие-то другие факторы и смотрим термос тоже я подготовил так вы просто не снимите это донышко смотрите та же трубочка та же трубочка да и на ней еще и кусочек пластиковой трубы кусочек пластиковой трубы даже они не утруждают себя чтобы эту трубочку снимать то есть явно они не собирались здесь никакой пайкой заниматься опять же гильотина отрубает и тут вакуумирует отрубает и все вот мне кажется если бы китайцы это дело запаивали то есть немножко усложнили технологию цены их ним бы тормозам не было а так получается изделие которая служит недолго но почему я вот эти термосы я их не списал почему значит я им нашел применение я их беру в баню утром завариваешь них в одном сухофрукты в другом травы даже если это баня через два часа я вас уверяю не остынет конечно кипяток там и не нужен важно чтобы вот эти сухофрукты они заварились и за час-два ну то и больше это дело происходит то есть сутками держать тепло не нужно вот для этого они у меня применяются а конечно на рыбалку я пришел к выводу что нет ничего лучше портативной газовой горелки чем и пользуюсь зимой а летом большая газовая горелка всегда можно воду подогреть тормоза не очень нужны надеюсь что мое видео вам помогу поможет в выборе а китайским производителям стукнет совесть в голову и они начнут добротные делать вещи конечно последние мои слова под сомнением но все же если мы не будем покупать эту некачественную технику они будут ее совершенствовать спасибо за внимание буду рад если мое видео вам понравилось ставьте лайки до свидания